Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию информация про витамин В6, он же перидоксин. Меня зовут Лесенкова Ольга, я практикующий врач-невролог. Если вас интересуют вопросы медицины и здоровья, подписывайтесь на мой канал. Витамин В6 относится к водорастворимым витаминам группы В. Имеет огромное значение для нормальной работы нервной системы, для кроветворения. Расскажу подробнее. Перидоксин имеет большое значение для образования гемоглобина и для синтеза антител. Если выраженный дефицит витамина В6, соответственно, могут быть проблемы с кроветворением и с иммунитетом. Значение для нервной системы В6 просто очень сложно переоценить. Он участвует в синтезе серотонина. Серотонин – это наш гормон счастья и радости. Также участвует в синтезе гамма-аминомасляной кислоты, от которой зависят процессы торможения в головном мозге. Соответственно, при возбудимости, раздражительности витамин В6 очень нужен. Кроме того, передоксин участвует в синтезе гистамина. Имеет большое значение для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. От витамина В6 зависит обмен магния и витамина В12. То есть они вместе участвуют в различных химических реакциях. И дефицит В6 может влиять на работу магния и на работу витамина В12. Суточная потребность в витамине В6 составляет примерно 1,5-2 мг. По некоторым источникам до 3 мг в сутки. Какие люди входят в группу риска по дефициту витамина В6? В первую очередь это пациенты, страдающие с сахарным диабетом. Это люди, страдающие алкоголизмом, потому что этанол, спирт разрушает витамин В6. Так же, как и многие другие витамины группы В. Беременные женщины, потому что очень высокий расход для плода. Пациенты с болезнью Паркинсона часто могут иметь дефицит передоксина. Пациенты, страдающие туберкулезом и принимающие длительные курсы антибиотиков для лечения туберкулезной инфекции. Часть этих препаратов существенно влияет на обмен витамина В6, может приводить к развитию выраженного дефицита вплоть до формирования полиневропатии. Поэтому при лечении туберкулеза обязательно пациенты постоянно принимают витамины группы В. Среди здоровых людей в группу риска входят женщины, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы. Дело в том, что эстроген, содержащие препараты, они влияют на витамин В6, они могут мешать его работе, его усвоению и, соответственно, в какой-то момент могут возникнуть признаки дефицита. Что касается пациентов с болезнью Паркинсона, то одна из причин нехватки витамина В6 – это сами препараты для лечения паркинсонизма, то есть препараты леводопы. Они определенным образом могут влиять на обмен витамина В6 и, соответственно, необходим дополнительный прием этого витамина в случае болезни Паркинсона. Основные причины развития дефицита – это недостаток поступления с пищей, повышенный расход и нарушение усвоения. Витамин В6 разрушается при нагревании, поэтому консервирование, термическая обработка пищи приводит к снижению количества витамина В6 в этих продуктах. Если продукты хранятся на свету, это также приводит к снижению количества витаминов в их структуре. Нарушение усвоения связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, это и болезни желудка и кишечника, вариантов может быть очень много. Повышенный расход, безусловно, в период беременности, в период активного роста, также высокий расход возможен при активных занятиях спортом. Какие продукты богаты витамином В6? Это злаки, мясо, морепродукты, почки, яйца, капуста, соя, бобовые очень богатые витамином В6 и, конечно, орехи. Стоит упомянуть, что витамин В6 может синтезироваться у нас в кишечнике кишечными бактериями. Соответственно, если микробиота в порядке, то достаточно редко возникает дефицит витамина В6. Как может проявиться дефицит витамина В6 перед оксином? В первую очередь, это увеличение возбудимости нервной системы, вплоть до развития судорог, также развитие полиневропатии, то есть множественное повреждение мелких нервных окончаний. Возможны дерматиты, пигментация кожи, отеки и, конечно же, развитие анемии, то есть малокровия. Потому что дефицит витамина В6 влечет за собой дефицит магния, дефицит витамина В12 либо нарушение их функций, что, в свою очередь, также влияет на кроветворение и может приводить к развитию анемии. Хочется отметить, что если человек здоров, то он может использовать продукты, богатые витамином В6, возможно, периодически использовать какие-то витаминные комплексы со среднесуточными дозировками. Если речь идет уже о дефиците, либо о наличии таких заболеваний, как сахарный диабет, болезнь Паркинсона, туберкулез, и пациент, соответственно, принимает регулярно различные препараты, тогда, конечно же, необходимо использовать В6 внутримышечно, потому что прием через желудок, он может нарушаться так же, как и в результате приема с пищей. То же самое касается пациентов, страдающих алкоголизмом. У них желудочно-кишечный тракт существенно страдает, и прием внутрь может не давать какого-то хорошего результата. Поэтому высокие дозировки внутримышечно, как правило, не только витамин В6, но и другие витамины группы В, все вместе позволяют восполнить дефицит и улучшить самочувствие человека. Чтобы не допустить дефицита витамина В6 у самого себя, необходимо вовремя лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, разнообразное питание иметь, и при необходимости принимать дополнительно БАДы, лекарственные препараты, содержащие витамин В6. Если эта информация оказалась для вас полезной, выставляйте мне оценки, подписывайтесь на канал, делитесь информацией со своими друзьями и близкими. Также буду рада комментариям. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы!